Что же вошло в топ новостей в республике? Какие ключевые события произошли в Татарстане на этой неделе? Итак, коротко о главном. Президент республики встречался с министром спорта России Виталием Мутко. Они обсуждали вопросы, связанные с подготовкой чемпионата мира по обводным видам спорта, который пройдет в Казани с 24 июля под 9 августа этого года. Ожидается большое количество участников. Уникальность мероприятия будет и в том, что впервые он будет проводиться одновременно с международным турниром Мастерс. Кстати, именно на этой неделе были презентованы и медали чемпионата. О встречах международного уровня. На площадке технопарка в сфере высоких технологий в Казани глава республики провел заседание итоговой коллегии агентства инвестиционного развития, в котором приняли участие представители китайских компаний. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России и падение курса рубля, китайские производители не намерены отказываться от реализации крупного инвестиционного проекта в Татарстане – строительство завода по производству холодильного оборудования. В государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева на неделе состоялось официальное открытие Дней культуры Тибриза в Казани. Об успешном сотрудничестве Ирана и Татарстана Рустам Миниханов говорил на встрече с делегацией Исламской Республики во главе с мэром города Тибриз господином Саддегом Наджав. Рустам Миниханов поблагодарил за интерес к Татарстану и сообщил, что делегации республики тоже планируют визит в Иран. И он состоится в марте этого года. Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито стал еще одним гостем Рустама Миниханова. Президент Татарстана поблагодарил хоккеиста за визит и рассказал знаменитому спортсмену о развитии хоккея в республике. Член зала «Хоккейной славы», участник суперсерии 72 – один из самых результативных игроков в истории НХЛ. Он провел в Казани мастер-класс для юных воспитанников хоккейной школы «Акбарс». Еще об одной новости, что эту неделю вызывал особый интерес. Из 17 школ Татарстана, вошедших в рейтинг ТОП-500 по России, Бугульма заняла третье место по количеству школ-победительниц, обогнав Альметьевск и Нижнекамск. Профессиональный уровень бугульминских школ, в частности, и система образования в общем высоко оценил на деловом понедельнике мэр города Ленар Закиров. По его словам, вхождение в российский ТОП-500 только доказывает, что качество образования в Бугульме – одно из лучших, причем не только в республиканском масштабе. Наверное, именно поэтому традиционная августовская конференция учителей Татарстана состоится в этом году в нашем районе. Моя коллега Татьяна Львова посетила бугульминские школы и увидела, чем они покоряют образовательные олимпы. До звонка на урок еще целых 10 минут, но даже этот личный кусочек времени у Светланы Александровны крадет любимая работа. Признается, привычка все успеть на высшем уровне выработалась не сразу. На мгновение закопавшись в ТОП школьных тетрадей, она находит время для поздравления коллег с их общей победой. В одной лицее вновь вошел число 500 лучших школ России. В этом году наш лицей вошел в ТОП 500 лучших школ России. И в этом огромная заслуга и нашего учительского коллектива, и наших ребят. В лицее очень много талантливых, одаренных, трудолюбивых ребят. В этом году на региональном этапе Всероссийской Олимпиады по литературе ученица 10-го В класса Львова Елена стала призером. Такого же успеха достигла совсем начинающая олимпиадница ученица 8-го класса Коваль Валерия, которая стала призером по литературе. В этом огромная и их заслуга, и нас, учителей. Потому что это огромная ответственность готовить ребят к жизни. Московский Центр непрерывного математического образования, составляющий этот рейтинг, определял лучших из лучших по нескольким критериям. Это и высокие показатели при сдаче ЕГЭ, и наличие в школе победителей призеров всероссийских и международных олимпиад. Основа успеха работы нашего лицея – это творческий, профессиональный коллектив педагогов. От работы учителей каждого персонального учителя зависит и конечный результат. А это доска почета школы номер 6, чья команда учителей также вошла в список лучших учреждений России. А через несколько дней эта доска пополнится новыми героями. Работа по возращиванию Божьей искры у каждого педагога своя. В связи с новыми государственными стандартами школа разработала свой собственный индивидуальный образовательный маршрут изначального, среднего и старшего звена. Современные ноутбуки заменили первоклассникам тяжелые учебники, а исследовательской деятельностью можно заняться, не отходя от парты. Ключевым моментом программы является работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам различного уровня. Мы сегодня работаем по микроскопу, мы сегодня с вами будем экспериментировать и изучать строение насекомых. Есть в школе еще одно чудо техники. Документ камеры способны сейчас информацию с тетради ученика, тем самым облегчая проверку домашнего задания учителю и всему классу. В этом году мы стали лучшей школой физмат направления в России. Таких школ в республике 5, 4 сказаний и наша школа 6. Мы стали лучше физхим школ в республике на втором месте, лучше в России в физико-химическом направлении. Также мы вошли в 100 лучших школ России по всем направлениям учебно-воспитательной работы. Бугульма уже второй раз вошла в список лучших школ России, оставив позади Альметьевск и Нижнекамск. Добиться столь высоких результатов Бугульминским школам помогла в первую очередь индивидуальная работа с каждым учеником. Рассказать, в чем секрет успеха, светило образование смогут на ежегодной августовской конференции, на которую в наш город этим летом съедутся учителя со всего Татарстана. А теперь к обзору событий в Бугульминском районе от Елизаветы Крыловой. Рабочий график главы района Ленара Закирова на этой неделе был насыщенным. Он принял участие в республиканских совещаниях в режиме видеоконференции по вопросам деятельности Агентства инвестиционного развития Татарстана, а также создания антикризисных штабов. Встречался с жителями трех сельских поселений на отчетных сессиях, посетил городскую мечеть и расположенный там музей татарской культуры и искусства. Также мэр города принял участие в открытии республиканского чемпионата по баскетболу в спорткомплексе «Факел» и провел заседание комиссии по противодействию коррупции. Он намерен ввести жесткую борьбу с фактами задержки арендной выплаты. В воскресенье Ленар Закиров примет участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня Россия-2015», который стартует на лыжной базе в 10 часов. Кстати, о лыжниках. Вероника – надежда Татарстана. В Зеленодольске завершилось первенство республики по лыжным гонкам, в котором приняли участие и бугульминские спортсмены. В соревнованиях отличилась Вероника Деркач, завоевав золотую медаль в забеге на три километра классическим стилем. Такого же успеха девушка добилась и в гонках свободным стилем. Вероника вошла в состав сборной республиканской команды и будет представлять Татарстан в предстоящем первенстве России, который состоится в Рыбинске через неделю. В редакции бугульминской газеты «Советник» открылся пункт помощи беженцам из Украины. Сотрудники издания уже помогли 25 нуждающимся продуктами питания. Теперь приглашают украинцев за одежды. Более 60 человек, проживающих в нашем районе, получили статус беженцев. Еще 150 ждут своей очереди. Всех неравнодушных к чужой беде ждут на «Гоголе» 57 в редакции газеты «Советник». Такой нам запомнится эта неделя. Такой наш репортерский взгляд на главные события этой недели. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас каждую субботу в 14.30 на телеканале 51 МТВ. Нам есть что рассказать, но это надо видеть. На этом я, Светлана Спирина и команда программы «Объектив. Итоги недели». Прощаемся с вами. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова